Здравствуйте, дорогие друзья, всем добрый вечер, и мы с вами продолжаем молиться сегодня о детях. Дети, которые сами не могут себя защитить, дети, за которых принимают решения родители. И не все сегодня понимают суть вещей, но когда-то Моисей стоял перед этим же выбором. Фараон предложил ему идти принести жертву, но без детей. Зачем дети? И посмотрите, кто же кто пойдет, говорит фараон Моисею и сказал Моисею, пойдем с малолетними нашими, со стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, с овцами нашими и с валами нашими, пойдем, ибо у нас праздник Господу. Посмотрите, пожилые люди и дети, они первые поставлены под удар, как это было с фараоном. И Господь знал, как разобраться и там. И мы сейчас с вами защитим детей, чтобы они не были стерилизованы, чтобы они не были заражены, и чтобы их иммунитет не был поддавлен уже с детства. У нас есть право сегодня об этом с Богом разговаривать. И вы знаете, что сделал тогда Господь во дни фараона. Но зачем с детьми? Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, так, как вы сего просили. Но когда прогнали Моисея, тогда Бог сказал ему, простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву зеленую, и все плоды древесные, и все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую. Я хочу вместе с вами сегодня простереть жезл на землю тех, которые принимают эти решения. У нас с вами есть власть это сделать, и этой молитвой мы сейчас вызовем Божью саранчу, которая съест их основания, которая съест все, на что они надеялись. И есть некоторая параллель с зеленью. Пусть вот эта зелень, она будет съедена саранчой. Небесный Отец, я благодарю тебя, что ты, заступаясь за детей, высвободил армию саранчи. И у нас сегодня есть необходимость позвать эту армию, на то, чтобы она пошла на территории Египта и Вавилона, на территории тех, которые принимают эти решения, не заботясь о будущности, а разрушая будущность, либо надеясь, что сами будут защищены. Но у нас есть власть простереть вместе с Моисеем жезл, и мы его простираем сегодня во имя Иисуса. Я благодарю тебя, что этот жезл простирается для того, чтобы пришла твоя саранча на Египет. Ты знаешь, как это сделать, а мы в партнерстве с тобой, это сейчас осуществляем. И мы говорим, наши дети пойдут с нами, наши внуки пойдут с нами, и они в поклонении Господу, а не в поклонении Мамоне, не в поклонении Вавилону, не в поклонении Истукану, не в поклонении Фараону, не в поклонении Диктату или Страхам. Мы в поклонении Господу идем с малолетними и старцами, с дочерьми нашими, и со всем, что у нас есть, и даже со скотом нашим. Мы его тоже не отдаем на разорение. Это сегодня наша молитва к тебе. Господь, это наше согласие в молитве, чтобы в руках наших была жертва, чтобы нам было, что класть перед Тобой, чтобы мы сказали, Господи, защита Твоя над нами не суетна. Это не те идолы, которые не могут защитить нас, а это Бог живой и говорящий. Поэтому жезл простерт вместе с Моисеем. А ты соверши великие дела. И там фараон покаялся, и попросил прощения, и попросил, чтобы Моисей помолился. И тогда ушла проблема. И мы сейчас молимся, но прежде всего о том, чтобы пришли Твои суды, Твои действия на то, что не Ты санкционировал. Во имя Иисуса Христа мы заступаемся за наших детей и внуков. Да будет так. Во имя Твоем мы молились к Тебе. Аминь. Друзья, продолжайте молиться и вставайте в проломе за детей и внуков. До завтра.